Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. На библейский портал «Окзегет» поступил вопрос. Я постоянно сравниваю себя с другими. Это нормально? Мне кажется, что до какой-то степени это нормально. Мы можем сравнивать себя с великими святыми. Другие люди, это в том числе и святые люди, и смотря в это зеркало, видеть, как я далек от этого, как мне не хватает вот того-то, того-то и того-то. Как хорошо бы мне научиться поступать вот так-то, как поступали святые люди. И вот это сравнение, оно полезно для нас. Наверное, нам полезно иногда оглядываться и на своих современников, с которыми рядом мы живем. А иногда полезно оглядываться и на каких-то, наоборот, злодеев, на какие-то плохие примеры. А не становлюсь ли я, как они? А не делаю ли я какой-то шаг вот в эту сторону? И вот в этом смысле это нормально. Но все должно быть в меру. Святые отцы учат нас, что мы должны идти средним, царским путем. И если вся наша жизнь, все наше внимание будет только поглощено вот этим бесконечным сравнением, а как он, а как я, а как она, а как я, а не хуже ли я, то это очень легко может превратиться в такую гонку, в которой мы совершенно не должны участвовать. Потому что эта гонка порождает зависть. А вот у такого-то человека лучше что-то, чем у меня. А вот у этого человека вот это получилось, а у меня не получилось. Эта гонка может породить уныние. И вот в такой гонке, в таком духе соперничества мы участвовать не должны. Чеславие, зависть, уныние. Вот плоды такого соперничества. Мы должны честно жить по заповедям Божьим. Жить любовью к Богу, любовью к другому человеку. И вот сравнить в чем-то себя мы можем, но именно надо понимать, какой плод приносит это сравнение. Если это хороший плод, если он нас, если это сравнение подтягивает нас к более добродетельной жизни, то это хорошо. А если это сравнение нас только огорчает, расстраивает и научает зависти каким-то плохим чувствам, то это плохо. Хуже всего зависть. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Так говорит книга «Притч», 23 глава, 17-18 стихи. И вот зависти, прежде всего, мы должны бояться, бежать от нее, за других людей мы должны радоваться. И самое главное, что мы должны знать, что есть у нас будущность и надежда, и жить верой и любовью. Продолжение следует...